Колья — это только моя, выбирайся своей кольёй. Когда ты попал в чужую кольё, для того, чтобы вылезти из кольи, нужно кардинально повернуть руль, чтобы образовалась своя колья. На это не каждый человек способен. Кому-то удобно в чужой колье, ему там неплохо платят, но и он зависит от одного работодателя или от одного своего какого-нибудь хорошего друга. Человек становится свободен тогда, когда у него свой путь. Но на это нужна смелость. 90% людей, я думаю, что, наверное, даже никогда не решатся в процессе своей жизни. На сегодняшний день своя колья есть, наверное, у 3% населения планеты Земля, которые богаты. Кто-то не находит свою колью, они беднеют. Своя колья, масштабная колья, если мы про неё говорим, то любой человек, который раскроет свой масштаб своей личности, он будет популярен и знаменит. Он будет очень сильно востребован. Сейчас мы живём в иное время, и сегодня можно раскрыть свой творческий потенциал везде и хоть как. Для этого есть социальные сети, YouTube, Instagram, TikTok и так далее. Ты можешь показать то, чем ты занимаешься. Даже если ты учитель математики. Ты можешь свои уроки записывать, и, может быть, они кому-то пригодятся. В любом случае, сегодня есть доступ ко всем людям на планете Земля. Ты можешь переводить их на английский язык, можешь переводить на китайский, и ты можешь стать мегапопулярным и мегамасштабным человеком. Я думаю, что у многих есть шанс сегодня раскрыться. Поэтому я всем рекомендую выбираться своей кольёй, пробивать свою дорогу. Но там есть большие риски, и всегда это страшно. Должна быть тупая уверенность, и ты не должен быть согласен на компромиссы. Если ты согласен на компромиссы, лучше не вылазь. Сиди там, где сидишь, потому что тебе удобно, тепло и сыро. Это не судьбой заложено, это заложено инстинктом самосохранения. Потому что тогда, когда ты выбираешься своим путём, своей кольёй, то противопоставляешь себя обществу. Ты остаёшься один, и общество становится с той стороны. Но это нужно преодолеть, и тогда это же общество, которое в тебя плевало, когда ты оттуда выходил, оно будет восхищаться твоей смелостью, когда ты добьёшься успеха. Но пока ты идёшь по говняным трубам своим кармическим вещам, все будут в тебя плевать. Все будут говорить, что ты дурак, и зря ты это сделал. Но как только ты встанешь на ноги, все будут восхищаться твоей смелостью, и будут говорить, как у вас это получилось, расскажите. Мы опять вернёмся к осознанности. Почему? Потому что очень важно осознать и признать, где ты находишься. Многие люди живут посредственно, и они думают, что они живут хорошо. И их это устраивает. Если тебя это устраивает, то состояние жизни, как ты живёшь сейчас, оставь ничего не менять. Но если тебя сильно не устраивает, и ты не хочешь с этими лицами, прорывайся вперёд. Осознать, где ты находишься, осознать своё авторство, что ты виноват в этом. Видение должно появиться. И появится вот этот заряд, где я нахожусь и где я хочу быть. И тогда ты отсюда стреляешь вот сюда. Потом опять осознание того, что я сделал, принятие, видение опять следующей точки. И вот так как по лестнице мы поднимаемся. Кому-то не надо. Очень большое мастерство у человека должно быть в жонглировании этой энергии. Очень важно управлять своими эмоциями и энергетикой. Почему? Потому что от энергии зависит вот этот заряд. Хочу я это делать или не хочу? Буду или не буду? И вот это состояние укуража, если мы говорим про деньги, оно обязательно. Как только кураж пропал, пошёл вниз. Но кто-то работает на сохранение. Заработал, вышел на определённый уровень, и лишь бы вот не упасть, всё сохранить. Хватает. Чаще всего такие люди будут потихоньку беднеть и не будут понимать. Поступательный рост вперёд, он должен быть. То есть ты сам причина того, где ты находишься. В любом возрасте. Ты в 50 оказался миллиардером, ты красавчик. Ты в 50 оказался в нищете, это тоже твоя причина, ты тоже опять красавчик. Но это твой путь, на который никто не может повлиять. Ты можешь обвинить, конечно, всех вокруг, но это твои неправильные выборы. Есть, как в айфоне, эта батарейка, это твой внутренний ресурс. И от того, на какие программы ты их тратишь, зависит твоя продолжительность жизни. Ты можешь сжечь эту батарейку в какой-то игре непонятной и ничего не понять. А можешь накачать книги, и ты получишь огромный ресурс знаний, который ты сможешь применить потом. А можешь просто сжечь развлекаловку и потом оказаться в 40-50 лет у разбитого корыта. То есть это тоже выбирает каждый человек сам. Это его свободный выбор. Очень часто мамаши спасают своих детей, 30-летних, 40-летних, от игромании, алкоголизма. А их надо было бросить в 19 еще. А они не могут их оставить в 30-40 лет. Это проблема большая. В игроманию люди уходят. Это нереализованный творческий потенциал, нехватка любви или избыток любви, отсутствие права выбора. То есть он на зло выбирает себя убить. Это вот на зло бабушки уши от мороженого проник. То есть я сделаю на зло тебе, но чтобы было хуже мне. Это бред полный. Это не самосохранение, это просто месть своей матери или отцу. Подсознательно это. То есть человек не понимает, он просто мстит за то, что ему мама не дает выбрать, допустим, девушку. Она ему запретила жениться, запретила играть с каким-то мальчиком, с другим, с другом. С ним не дружи, он плохой мальчик. Почему обращаются к коучам-психологам? Иногда коуч тебе может задать вопрос, как долго ты еще выдержишь его так? Сколько ты еще хочешь жить такой жизнью? Готов ли ты прожить так до конца, до 80 лет? И тогда у человека включается, и так я не хочу. Потому что он понимает, что этим и закончится. Иногда человек в рутину входит, и он не понимает, куда он идет. И нужно показать ужасный ужас, конец. И тогда человек движется от страха.